Сотрудники Минприроды Ингушетии совместно с мэрией Магаса в очередной раз очистили территорию бывшего карьера от строительного мусора. Этот участок, который находится на окраине столицы региона, периодически загрязняется недобросовестными строителями и безразличными к окружающей среде жителями региона. Ситуация еще усложняется и тем, что карьер находится в непосредственной близости от реки Суржа. Муслим Ганиф расскажет. Более гектара карьерной земли столицы понемногу превращается в мусорную свалку. Сбрасывают сюда все подряд. Буквально в 10 метрах от нас видны черные пакеты с бытовыми отходами, а рядом завалы строительного мусора. Именно по их душу и прибыла сегодня делегация Минприроды и администрации Магаса. И пришли они с серьезной поддержкой, тяжелой техникой. Трактор-погрузчик один за другим загрузил полные ковши строительного мусора в грузовик. Далее отходы отвезут на полигон в Сунжу, где им и место. Вывезти мусор бесплатно вызвался городской подрядчик. Эту процедуру сотрудники Минприроды и столичной мэрии проводят не первый раз. Строительный и бытовой мусор с территории этого карьера вывозятся периодически. Но недобросовестные строители и местные жители снова и снова привозят сюда свои отходы. Многократно сюда выезжали, но в силу того, что несанкционировано здесь выгружать мусор людям, как говорится, смотря на точки зрения выгоднее. Они идут против закона и несмотря на наши многочисленные просьбы, уговоры, можно сказать, даже угрозы штрафа, все равно выгружают сюда мусор. Минприроды и столичные власти нашли метод борьбы с загрязнением русла реки. Они планируют наполнить бывший карьер землей со строительных площадок Магаса, тем самым убив сразу трех зайцев. То есть решить вопрос, куда девать землю из котлова на стройплощадок, закрыть карьер для черных копателей и лишить загрязнителей места, куда можно сбрасывать мусор. Вы видите, что это русло реки Сунжи, это водоохранная зона и здесь иметь место быть твердокоммунальные отходы не могут, потому что они начинают разлагаться, загрязнять воды и прочее. Также министерство решило, чтобы вновь и вновь не образовывалась здесь мусоросвалка, силами министерства и подрядчиков, которые с министерством готовы помогать и работать, мы собираемся этот участник восстанавливать, потому что пока мы его не восстановим, тут эта свалка будет вновь и вновь образовываться и придется и мэрии там по этому поводу постоянно здесь бегать, суетиться и нам также, а бороться с людьми тут круглосуточное дежурство поставить нереально. Работы на данном участке немного. Рабочим всего-то надо сделать несколько рейсов, груженных мусором на Сунжинский полигон. Но вот не пойдет ли сценарий по замкнутому кругу, вот главный вопрос. Мусульм Ганев, Асхаб Белакиев, Новости 24.